дорогие друзья добрый день с вами лина ибрагимова и сегодня я снимаю видео которое очень давно меня просили снять называется она аквабиотики для детей что принимать как принимать и что нужно знать про аквабиотики если вы хотите давать их детям давайте начнем с того что я хочу чтобы все мамы уяснили что химическая формула аквабиотиков это h2o то есть вода поэтому аквабиотики это продукт который безопасен с самого рождения и до самой смерти при любых состояниях организма и при любых состояниях здоровья на них не может быть побочных эффектов противопоказаний и еще чего-либо потому что вы пьете h2o во всех этих пузырьках просто вода только это не обычная вода да а вода с измененными физическими свойственной воды но на химическом уровне это h2o именно поэтому кстати тоже аквабиотики все совместимы абсолютно с любыми лекарствами и даже с химиотерапией то есть абсолютно никаких противопоказаний на них нету вот тем менее поскольку это все-таки мощный энергоинформационный продукт я бы рекомендовала в первые три месяца давать аквабиотики только если есть на это показания давайте я начну с того что я наверное все таки представлюсь для мамочек которые меня не знают меня зовут или на ибрагимова на мае двадцать четвертого года мне а боже по-моему 41 год и у меня точно двое маленьких детей а полутора лет к и трех с половиной лет к вот и начали они принимать аквабиотики с года соответственно и из трех лет ну потому что именно в это время аквабиотики пришли в мою жизнь вот я работаю с докторами которые непосредственно работы с продуктом и с пациентами своими и более того на своих детях я в течение вот этих уже только будет четыре с половиной месяца каждые две недели тестирую продукт ну потому что мне нужна статистика и мне нужно видеть закономерности и последовательности того что происходит их при каких условиях да вот ребенку лучше давать это либо это именно поэтому это видео записывается только сейчас просто потому что до этого я считаю что у меня было недостаточно данных чтобы записать видео а сейчас их достаточно просто потому что прошло уже достаточно количество времени мои дети и дети партнеров нашей структуры побывали в разных уже жизненных ситуациях за это время и мы накопили хорошую базу данных о том как работают препараты непосредственно на практике на организме на детском организме сегодня мы разговариваем только о нем вот поэтому первые три месяца все-таки поскольку такой еще хрупенький ребенок я бы рекомендовала давать только все равно по показаниям какие это показания ну во-первых прививка от гепатита сразу в роддоме если ваш ребеночек после нее сразу пожелтел что кстати не является нормой несмотря на то что там врачи рассказывают что у это норма что ваш ребенок пожелтел у него пошла желтуха и надо положить под эту ультрафиолетовую лампу от того что мы сделали прививку или это вообще не связано да нет это связано потому что прививка от гепатита бьет по печени от печени у нас желтеет кожа как побочный эффект да там деструктивных процессов печени вот и все соответственно что мы даем ребенку да мы даем салютем вот кстати все продукты базовый салютем салютем детокс все таки в первые три месяца я бы не давала только базовый салютем реликтум в первые наверное все таки месяц жизни я бы тоже не давала вот поэтому мы даем салютем мы даем почки и почему потому что почки и печень гепар и непхара у нас все препараты названы на латыни кстати кто не знает вот по дозировкам я обязательно скажу чуть позже более более к концу видео сейчас просто по наименованием продукции я хочу чтобы вы увидели логику того как мы даем потому что я слышу что очень много мамочек либо дают все либо дают ничего либо дают два продукта ожидают результаты по всему организму грубо говоря нет на самом деле вот на данном этапе у меня дети пьют достаточно широкую линейку продукции ну практически все да как и взрослые просто в других дозировках и немножко в другой системе как это происходит вот сегодня я вам об этом говорю какие еще показания в принципе первые три месяца вот когда я выдавала аквабиотики это гемангиомы на лице знаете такие красные пятнышки от сосудов которые во время родов образуются либо же но обычно говорят что это в процессе родов пережиматься сосудики и вот образуются такие пятнышки конечно мама очень сильно переживает когда-то они уходят когда-то не уходят остаются и так далее так вот наши аквабиотики они прекрасно помогают убирать все эти пятнышки за счет чего за счет того что они восстанавливают сосудистую сеточку крепость сосудов стенки сосудов и так далее соответственно чтобы я подавала опять-таки да базовый солютем без солютемов мы в принципе вообще не даем другие продукты ну потому что потому называется хотите точнее разобраться у нас есть целая серия лекций докторов наук разных областей которые читают до лекции касательно продукта и объясняют чисто механические химически физически и так далее как они работают я туда не погружаюсь да я вам говорю просто уже на основании том числе этих лекций что делать и что не делать вот дальше я бы давала обязательно цербрум и цербрум 4 почему да потому что у нас это кровообращение головного мозга эти два препарата коронар который в принципе по сосудам но с ним бы я не усердствовала и вам тоже предлагаю нет почему потому что на самом деле у детишек достаточно плотные сосуды очень хорошие с вами и я видел очень мало детей только вот именно с тяжелыми заболеваниями кому вот на постоянной основе прям доктор назначает коронар поэтому естественно оксинорум всем после родов вполне себе оксинорум почему потому что гипоксия кислород ребеночек только адаптируется и это максимальное благо для ребенка который вы можете сделать вот я выдавала так дальше если какие-то проблемы в природах были да где-то что-то пережали не дай бог щипцами если вы еще беременная смотрите этот мир этот мультик хотел сказать это видео уже мама двоих маленьких детей уже смотреть можно только мультики поверьте мне вот соответственно что что давайте кстати после родов да спри гемангионе тоже можно дать англ гель это у нас соединительная ткань и кубиотик соединительной ткани и для тех кто не знает это скоро сделаю обязательно ролик про соединительную ткань но фактически это ну 70 процентов нашего организма это соединительная ткань поэтому если мы хотим что-то поправить да вот мы раз и добавляем сюда соединительную ткань вот соответственно при любых проблемах природах у меня тут маленькая шпаргалочка естественно потому что я готовилась видео мы даем нео почему потому что это гипоталамус который открываем интернет гуглим что делать гипоталамус нашим организм хотим запустить организм даем нео даем ревитал кстати а у меня его здесь нет но все знают это мощнейший просто аквабиотик мы его когда тестировали были поражены непосредственно именно мощности этого конкретного аквабиотик он действует практически на весь организм что просто беспрецедентно по сравнению со всеми другими аквабиотиками вот ревитал соответственно ангел в том числе да и чем где у нас вот он только в маленьком объеме на данный момент присутствует вот и аквабиотик костного мозга мы его обязательно даем потому что это наше кровотворение и очень очень много тоже процессов организма которые регулируются именно через это ну и соответственно понимаем да что если какие-то проблемы для которых показания вот это тоже можно подавать как давать опять-таки дачу позже об этом дальше ребеночек растет да и у нас начинается сезон прививок бесконечно если вы делаете прививки своему ребенку то обязательно до прививки во время прививки и после прививки давайте ребенку салютем базовый салютем детокс ой это я вам не показывать детокс красненький реликтум и естественно печень и почки почему потому что это два органа и практически единственные органы выведения чего-то и освобождение организма токсинов и шлаков которые в полноте своей присутствуют в прививке в том числе вот так же кстати при природах да при каких-то проблемах с родов я забыла сказать что можно дать еще акубиотик легких вот соответственно возвращаемся до к прививкам и спленум у меня здесь тоже его нету я не поставила то есть даем хем и спленум и так про прививки повторюсь да салютем общий салютем детокс печень почки потому что это органы выведения до чем и спленум потому что это у нас костный мозг кроветворение гормональное нарушение и прочее 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 также я бы добавила абсолютно ордин это для сердца потому что любая прививка как и любая болезнь это нагрузка на сердце и оксинорм и вообще возьмите мамочки за правило вот я хотела похоже об этом сказать вам скажу именно сейчас оксинорм это единственный аквабиотик с которым вы никогда не делаете перерыва который вы даете детям всех возрастов от рождения там до уже взрослого возраста постоянно без перерыва и желательно три раза в день ну хотя бы два раза в день если ребенок в садике или в школе или в ясли это единственный аквабиотик который мы не прерываем никогда почему потому что это чистый кислород в нашу клетку мы живем все если вы только живете на прекрасном острове райском то вы вряд ли во первых смотрите это видео да потому что до вас аквабиотики еще не дошли вот ну и дышите чудесным воздухом то конечно вы можете постоянно находиться на улице бегаете прыгаете там да то вы можете оксинорм не давать если ваш ребенок живет в любом городе хоть маленьком хоть в большом дышит выхлопными газами учится в школе или в садике мало двигается и бывает на улице меньше чем там три-четыре часа в день где он гуляет и общем и так далее то он все равно находится в гипоксии а больше или в меньшей степени а это повышенная утомляемость меньше включенность в процесс обучения и неважно это в школе да или обучение в жизни как маленькие детки еще проходят плаксивость проблемы с нервной системой потому что ребенок переутомляется устает несфокусированность там плохое развитие памяти речи и прочее прочее оксинорм это наша палочка-выручалочка при болезнях у нас ужасная гипоксия мы обязательно увеличиваем даже можно до двух до трех пшиков три раза в день давать ребенку при болезни оксинорм поэтому пожалуйста не проходите мимо этого апробиотика даже если вы все вот если можно было выбрать известный апробиотик который можно давать ребенку я бы сказал давать оксинорм настолько он важен вот давайте тогда плавненько да и перейдем от прививок именно к болезни потому что потом у нас детки начинают либо ходить в садик и таскать оттуда непонятно что удали вы уже подхватывают в магазинах на улице на детских площадках всякие либо папа с мамой с работы приносит до разные вирусы вот при вирусах и при любых болезнях у нас допустимо повышенной базировки акробиотиков и широкая 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 линейка на все время болезни и в принципе еще дней десять после болезни точно а потом уже мы будем уходить на уменьшение я расскажу попозже как это при болезни готовьтесь записываем общий салютем салютем детокс салютем неурум реликтум церебрум коронары что там стоит оксинорм естественно ангел естественно коронар церебрум церебрум 4 до для главного мозга поддержать безусловно пневмы если какие-то бактериальные вот эти вот или вирусные сопли горла и прочее кардин нагрузка на сердце печень почки чтобы помочь быстрее ребенку вывести все эти токсины да хемос пленом для иммунитета тимус нео для общего общего скажем да и общей регулировки организма во время болезни тимус 1 и тимус 2 тимус 2 у меня здесь не стоит он в таких маленьких упаковках вот обязательно для иммунитета кстати хочу отдельно сейчас поговорить как раз таки так лор флором промываем нос сейчас сначала давайте закончим болезни лором обязательно промываем нос и ревитал даем тоже этого нет ревитал тоже обязательно даем для общей поддержки организма чтобы ребенок быстрее выздоровел откуда я знаю что это все четко работает а я напомню что я во первых постоянно тестирую отслеживаю непосредственно на организмах моих детей как это все работает и в разных ситуациях мы естественно и болели за эти месяцы и так далее более того как расскажу сейчас вам историю которая только-только произошла с моей старшей дочерью она переболела скарлатином я уверена что это была скарлатина потому что такой диагноз поставлен абсолютно всем остальным детям в группе да которые переболели эту болезнь при всем при этом нам поставлен диагноз а инфекционная экзантема хотя у них симптомы похожи но как бы это все равно не стараться и у нас не было никаких почему нам поставили неверный диагноз как я считаю да потому что у моего ребенка на фоне крепкого организма с аквобиотиками не было никаких проявлений скарлатины была сыпь на коже я даже изначально думаю что это аллергия и в принципе я повела к врачу с аллергией и был немножко налетный язык все никаких то взрывающихся папу не этого языка в язвочках не миндалин в гное даже увеличенных миндалин у нее не было то есть настолько легко она перенесла инфекцию более того у нее практически поднялась температура только один раз а ночь вечером где-то и она себя прекрасно чувствовать у нее был прекрасный аппетит то есть ребенок вообще не замечая кроме как вот то что она конечно же почесывала себя перенес эту болезнь в то время как остальные дети более того поскольку ну я не совсем разобралась изначально какой у нас диагноз да вот должен быть и нам сказали инфекционная экзантема очень страшно вы уже на этом этапе не заразны когда вы покрылись там этой сыпью идите дальше садик лечить ничем не надо сама пройдет и прочее прочее вот и естественно но глупо думать что мы единственная из группы кто переболел инфекционной экзантемы при этом посещая садик на постоянной основе без перерыва да и грубо говоря заражая других детей в тот момент когда мы были заразны кстати тут не нужно меня винить потому что именно заразный период этой обеих этих болезней происходит в тот момент когда по ребенку еще ничего не скажешь то есть он подхватил и 5-7 дней идет этот инкубационный заразный период и все когда действительно уже высыпает сыпь и прочее ну по крайней мере с инфекционной экзантемы это уже считается не заразной болезнью а уже просто последствия перед ну вот перенос переноса этой болезни вот и соответственно мы посещая группу да ну понятно что мы наверняка кого-то заразили и если всем остальным поставим диагноз скролатина да мы одни инфекционная экзантема такого не бывает но это просто вероятность этого настолько в 0-0-0 там процентов что я считаю что это невозможно вот соответственно все остальные дети выпадали в понеделье в школе мы сидели там на карантине в садике и так далее дети себя плохо чувствовали и буквально вот по неделе по дней 10 не ходили в садик валяясь дома с температурами потому что родительский чат там и так далее ну мы все читаем и поэтому я об этом знаю вот и плюс тест на воспитатель рассказывала и вот так вот поэтому даже серьезное заболевание с аквабиотиками ваш ребенок будет переносить намного намного легче с меньшими симптомами с меньшим головником для мамы но самое главное с меньшим деструктивным вот этим разрушающим эффектом на его здоровье поэтому обязательно давать детям аквабиотики не бойтесь этого вот а что еще хочу сказать в моменте пока мы разбирались тоже занял какое-то время сдавать анализы разбираться с врачами взять несколько мнений я никогда не верю одному врачу просто потому что сама из династии медиков и знаю как меняется к сожалению в нашей стране уровень образования медицинского не в лучшую сторону вот соответственно и это не мое мнение мнение врачей более старшей возрастной группы которые учились другое время работали другое время работа сейчас младшим поколением врачей поэтому пожалуйста ко мне никаких претензий за эти слова нет я рассказываю свое мнение мнение о своего окружения вот что хочу посоветовать мамочкам по поводу болезни с чем я столкнулась сама если бы я не была такая дотошная и верила бы смотрела в рот открыв рот врачам то я даже не знаю какой урон я бы нанесла своему ребенку вот за эти болезни потому что те лекарства которые мне прописывали я не давала практически ни одного ребенка во-первых читая читайте инструкцию читайте с какого года они прописаны у меня также болела младшая дочь почему мне прописывают лекарство которое от трех лет для ребенка которому год когда есть такие же лекарства те же сиропы от кашля для детей до там трех лет до года понимаете читайте инструкции поймите пожалуйста что вот у врача педиатра у нее нет задачи чтобы ребенка когда было 20 лет у вас была красивая дочка без проблем зачавшая родившая там потом да не имеющая никаких проблем с костной системы с иммунитетом с адрогими и так далее нет проблема сейчас вылечить ребенка как можно быстрее заполнить бумажки как бы вы вышли из-под ее опеки и ей ничего за это не было понимаете меняется подход врачей в нашей стране и нам родителям тоже нужно просыпаться читайте инструкции читайте противопоказания к тем лекарствам которые прописывают вашим детям и ищите альтернативы я отвлекусь немножко от тем потому что не могу об этом сказать да промывайте нос лором делать ингаляции с лютер вам с обычно делать ингаляции с пневмой я вас уверяю любой каши любая инфекция ухо-горло нос у вас уйдет от угол anh вот этот грудной кашель который останется у вас уйдет от ингаляции с обычными крошками которые вы купите в аптеке за 100 рублей, который называется грудной сбор и легочный сбор или что-то в этом духе. Заварите, сделайте ингаляцию и натуральными средствами абсолютно безопасными для здоровья вы вылечите своего ребенка. Вот. Те же сиропчики от кашля, да, проспан для маленьких деточек, постарше детки, да, сироп алтея, бронхипред, так, сейчас вспомню еще что, бронгексин тот же, да, но не не помню название лекарств, которые мне назначали, но это читайте действующий ингредиент. Понятно, я тоже не понимаю, что за действующий ингредиент этот, но вы его увидели в лекарстве? Впишите его в строку поиска в гугле и просто почитайте об этом. Если то, что вы читаете, вам очень сильно не нравится то, как он действует, и ваш ребенок не лежит при смерти, да, в реанимации с вот этой вот инфекцией, где ему там уже колитий хоть что, лишь бы выжил, то подумайте, может быть, есть какие-то менее зловредные альтернативы того, чтобы вот держать ту же инфекцию или еще что-то, да, под контролем. Пожалуйста, ну, проявляйте бдительность родителей, потому что то, что назначали моему ребенку, и старший, и младший, ну, честно скажу, приводило меня в шок. Вот. Так же пользуйтесь миром истином. Миром истином. Прекрасное средство. Пшикайте его в нос, промывайте, пусть оно по носоглотке спускается в горлышко. Вот вам, пожалуйста, можете, ну, открыть рот, да, и попшикать, расскажи, ааа, и прям попшикайте в горло ребенку, вот вам и миндаль наобработанное, горлышко обработанное. Ну, главное, не запивать, да, какое-то время хоть не пить нельзя, пусть у него хоть 5 минут, 10. Вот. Ну, то есть это такие средства, они наименее травматичные, наименее опасные для детей. Проявляйте бдительность, пожалуйста, потому что то, с чем я столкнулась, конечно, при болезни моих детей, ну, я была просто в шоке, что они смеют такое назначать. И самое главное, когда я, я, ну, человек, который умеет ругаться, если мне это надо, я приходила к врачам, возвращалась и принципиально спрашивала в следующий раз, да, он говорит, ой, как у вас ребенок быстро поправился. Я говорю, да, что все, все отдавали. Я говорю, ничего не давала, вот давала мироместим, грубо говоря, там нос промывала, и все на этом. Ой, я говорю, почему вы мне назначили лекарство для одного годовалого ребенка, который, в принципе, от трех лет. Я получила ответ такой, ну, он уже эффективный, ну, как бы, отлично. Ну, понимаете, да? Потому что ей нужен здесь и сейчас результат. Ей не важно, что будет с моим ребенком через пять лет, через десять лет, а мне важно. И поэтому ответственность всегда на мне. Всегда на...